Мы говорили о различных этапах пророческого процесса, и Бог развивает пророчество в нескольких волнах. И мы видим, как в первых семи главах Исайи Бог говорит нам различные концепции. Он определяет некоторые вещи, а затем испытывает нашу веру. И с восьмой главы по двенадцатой главы он показывает динамику Царства Божьего. И помните, как вчера мы говорили о конфликтах. И мы видим два типа конфликтов. Существуют внутренние конфликты и внешние конфликты. Внутренние конфликты — это конфликты внутри нас самих. Внешние конфликты происходят в окружающем нас мире. И часто мы смотрим на окружающие нас конфликты. И мы хотим, чтобы Бог нас избавил от этих конфликтов. Но реальность такова. Прежде чем избавить нас от внешних конфликтов, нужно избавить сначала нас от внутренних. Так как сначала ему следует открыть нам что-то в нашем сердце, что нужно изменить. Поэтому сегодня и завтра мы будем обсуждать, обговоривать очень важные концепции. Потому что мы будем говорить о большой картине универсального плана Бога. Что я имею в виду, когда говорю универсальный план? Это план Бога не только для Израиля, но и для всех остальных народов. Поскольку все народы играют какую-то свою роль и влияют на будущее Израиля. Но это больше, чем просто будущее физического Израиля. И это больше, чем просто физические народы на Земле. Но в отношении народов есть некоторые духовные аспекты. И мы увидим, насколько это важно. В прошлом году, когда я был здесь, Бог показал мне некоторые вещи об Одессе. И с тех пор я молюсь об Одессе. И у Бога есть определенный план. Но также у врага есть определенный план против Одессы. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали духовные вопросы, духовные дела. Если мы понимаем духовные вопросы, тогда мы сможем найти духовное решение. Поэтому мы начнем с одного стиха в 13 главе Исаии. Давайте откроем шестой стих. Посмотрим на шестой стих. И видите, что в этих отрывках в Писаниях Бог говорит о различных народах. И есть два способа, как мы можем рассматривать это. Как помните, в самом начале я сказал, что некоторые люди смотрят на Писание с позиции диспенсационализма. Поскольку они говорят, что есть определенные периоды времени, к которому относятся определенные отрывки Писания. Поэтому, с одной стороны, когда мы смотрим на Писание и сравниваем его в отношении других народов, то мы можем сказать, возможно, Бог уже судил другие народы. Например, мы можем рассматривать места Писания в отношении Вавилона. И мы знаем, что израильский народ был в вавилонском пленении. И они уже были избавлены от вавилонского пленения. И есть наиболее важный вопрос, поскольку существует духовный вавилон. И этот духовный вавилон все еще удерживает нас в рабстве. Поэтому очень важно понимать, каким образом получить избавление от духовного вавилона. Но не только от вавилона, но и от других народов. И очень важно, когда мы рассматриваем эти стихи, которые говорят о других народах, нужно понимать, как это применить в наше время. Итак, давайте посмотрим в Исаии 13, 6. Он говорит, что День Господа будет в руках, он будет вновь как разрушение от Всевозможного. Рыдайте, ибо День Господа близок идет, как разрушительная сила от Всемогущего. Поэтому вопрос, что означает День Господень? Раввины говорят, что День Господень — это тот день, когда придет Мессия. И они говорят о будущем. Придет Мессия, и Он будет править. Также мы еще должны чему-то научиться в этом. И когда Мессия решает прийти Своим Духом, то День Господень — Он уже сейчас. Поэтому сейчас сей день Господень. И сегодня, сейчас Он хочет увидеть нам некоторые вещи. Даниила, 9 глава. Мы знаем, что события с Даниилом происходили в период Вавилонского пленения. И Бог открывает некоторые очень важные вещи Даниилу. И мы видим, как Даниил молится в 9 главе. И начинается это все с 4 стиха. И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал, «Молю Тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий заветы милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали без закона, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». И в 6 стихе, дальше. И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили, царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. Поскольку они не слушали пророков, приходит суд. Поэтому вот почему так важно, что сейчас проходит у вас пророческая конференция. Так как Бог хочет научить нас, как слышать так же, как пророк. Чтобы мы могли говорить, как пророк, к окружающим нас людям. И так же мы знаем, что люди привыкли к тому, чтобы не слушать пророков. И затем, что в 13 стихе происходит. Как написано в законе Моисея, «Так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Ключевая фраза здесь – «Уразуметь истину Твою». Когда мы принимаем истину Бога, а затем мы послушны Ей, тогда мы сможем получить избавление Божье. И Даниил был усерден в молитве для того, чтобы понять эту истину. Десятая глава, 12 стих Даниила. После молитв Даниила И мы видим, что приходит к нему посланник, чтобы видеть эту истину. В 12 стихе «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим. Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». И следующее, что там сказано, очень важно. «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена». И поэтому, что важно понять, что было необходимо в начале, то, что Даниил расположил сердце, чтобы разуметь истину. И это принесло решение. И как вы помните, ранее мы говорили, некоторые люди спрашивают Бога, но на самом деле они истину не хотят знать. И поэтому Бог говорит притчами, и Он скрывает истину для того, чтобы мы начали искать от всего своего сердца. И Бог явил свой план Даниилу, потому что он расположил свое сердце к пониманию истины. И поэтому он говорит, что теперь я пришел, потому что твои слова, чтобы выяснить правду. В словах 12. Потому что твои слова были слышны, что я пришел, потому что твои слова. Я пришел бы по словам твоим. Также нужно понять, кем является этот князь царства Персидского. С одной стороны, мы знаем, что персы свергнули Вавилон. И Кир, царь Персидский, сверх Вавилонян. И царь Кира, царь Персия, свергнули Вавилон и освободил евреев, чтобы они возвратились из-за вавилонского пленения. Также нужно понять, что князь Персидский — это духовный князь. Ведь существуют духовные власти, которые правят над народами. И мы должны понимать, каким образом бороться с этими духовными властями. Давайте на пару минут откроем Исаия 24 главу. Стих 21. 24-21. «И будет в тот день посетить Господь воинство, высприняя на высоте, и царей земных на земле». Поэтому, с одной стороны, мы говорим о физических царях, князях, и с другой стороны, о духовных. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу. «И после многих дней будут наказаны, и покраснеет луна, и устыдится солнце, как Господь Савов воцарится на горе Сионе в Иерусалиме, и перед старейшинами Его будет слава». С одной стороны, Он говорит о пришествии Мессии и Его правлении в мессианском веке. Но также есть еще одно очень важное значение этого стиха. Мы должны править и господствовать с Мессией, который уже пришел. Поэтому, каким же образом мы правим с помощью Духа Святого? Давайте откроем 75-й Псалом. Одиннадцатый стих. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укращает Дух князей. Он страшен для царей земных. Что значит, что Он укротит Дух князей? То есть, Он говорит о духовных властях и начальствах, которые правят так же, как и Князь Персидский. Это духовные силы, которые правят в народах, над народами. Почему Он укротит Дух князей? Поскольку мы воздаем обеты Богу. То есть, мы будем молиться Богу. Мы помолимся Богу, и Он будет сражаться в этой битве. Поэтому очень важно понимать духовную войну. Эфисянам шестая глава. Эфисянам шестая глава. И шестая глава, 10 стихе, видим, наконец, каким образом сражаться в этой духовной битве. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Поэтому, во-первых, нужно понимать, что это могущество Его, сила Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было встать против козни дьявольских. Потому что наше брание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это духовные власти над народами, и о чем мы молимся. Так же, как царь, князь Персидский был духовной властью, мы также должны молиться о этих духовных властях. Лука, 10 глава. Мы видим очень интересную историю в этой главе. Мы видим, что в начале Он посылает 70 учеников. Он посылает их с определенной миссией. Затем видим, что же происходит, когда они возвращаются обратно, в 18 стихе. И они дают свой отчет. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все дают вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. Он говорит о духовной власти, которую Он дал ученикам. И вот это название «змея и скорпионы» — это еще одно название или титулы духовных властей и начальств бесов. И, как сказано в Висянной 6 главе, что наша брань не только просто против демонов, бесов, против правящих духовных властей. Это духовные власти, над которыми нам следует взять власть. И Иешуа дает нам понять, что Он дает нам эту власть. Я хочу еще последнюю заметку сделать об этой власти из Иоанна. Первая глава Иоанна. Десятом стихе. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Но те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И слово «власть» здесь очень важно. Это слово «власть» в английском языке, в английском Библии изучит. Он дал право быть чадами Божьими. То есть он переводит, что право как власть. Есть еще один важный момент здесь. Не знаю, как у вас в русском переводе, но в греческом варианте есть два слова для слова «приняли». Первое слово «приняли» — это в 11 стихе, когда Свои Его не приняли. Это слово означает «пассивное принятие». Второе слово «приняли» означает «активное принятие», такое горячее, со страстью. Поэтому, во-первых, Он пришел к Своим, и они Его едва-едва узнали, и это все было так поверхностно для них. Но те, которые приняли Его активно и страстно, вот именно им Он дает власть. Потому не каждому дана власть, сила и власть. Даже те, которые пришли к вере в Мессию, им также некоторым не дана власть и сила. Возможно, они скажут, что они принимают Мессию, но в своем сердце на самом деле у них нет этой страсти. Поэтому очень важно понимать эту разницу. Поскольку только тема Он дает власть, которая принимает это горячо, со страстью. Второй Коринфянам 10. Вот именно в этом стихе мы видим, как возникает множество проблем у христиан. Поскольку они пытаются бороться в духовной битве, не имея духовной власти. Поэтому враг смеется над ними. В четвертом стихе. Оружие воинствования нашего неплоцкие, насильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И применяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Поэтому наше оружие духовное. И поэтому, свергая твердыни, мы разрушаем духовные твердыни. Что это за духовные твердыни? Это та сила, которую мы даем врагу, когда мы верим лжи. Поэтому нам нужно свергнуть эти замыслы, превозношение, восстающее против познания Бога. То есть мы отвергаем ложь, и мы принимаем истину. Но если мы все еще верим лжи, то как же у нас может быть власть? Власть над твердыними, поскольку Божие Царства управляются посредством истины. Нам не только следует отвергнуть ложь, которая воюет против истины, но также сделает так, чтобы наши мысли были послушны и соответствовали Мессии. И как только наше сердце будет послушно, только тогда Он наказывает всякое непослушание при условии, если мы послушны. То есть, когда мы приходим к послушанию и вере, и принимаем истину, но только тогда Он может победить наших врагов. И то, в чем многие христиане совершают ошибку, они думают, что Мессия пришел и уже победил все битвы. Но к чему нам следует прилагать усилия, это достижение победы. Это похоже на полицейского. Все еще происходит какое-то насилие. И полицейскому нужно применять закон и защитить нас от насилия. То есть, полицейский применяет свою власть над каким-то преступлением или насилием. И наказывают такое непослушание, помещая этого человека в тюрьму. Поэтому Бог дает нам духовную власть. И когда мы снова будем изучать народы в Исаии, то важно понять духовные аспекты этих народов. Колоссянам вторая глава. Спасибо. 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 Как вы помните, вначале мы говорили о том, что у Бога есть секреты, тайны, и Он хочет открыть их Своим детям. И вот второй стих. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владели, и ради всех, кто не видел лица моего в плоде. Он говорит, что не только те, кто в Лея-Адисея, но и для многих, кто не видел моего в плоде. Я читала. О, ты сделал это? Хорошо. Чтобы их сердца могут быть вовремя, кинясь вместе в любовь и оттенять к всему речи для полной уверенности для понимания для знания о мистерии Бога. Дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Видите ли, что в Мессии сокрыта мудрость и знания, познания. И у нас будут происходить конфликты, если мы только не поймем эту скрытую мудрость. Поэтому Павел ободряет нас в 6 стихе. В принципе, даже с 4 стиха он не хочет, чтобы кто-то нас прельстил вкрадчивыми словами. И потому что в 6 стихе он говорит, «В 7 стихе укоренены, утверждены, укреплены, научены в нем, преуспевая в ней с благодарением». Он хочет не только нашего укоренения, но также, чтобы мы преуспевали, были наполнены Его мудростью. И очень важно, что он говорит дальше. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Поэтому, какую ложь мы встречаем? Ложь, философию мира, которая пустая и которая неистинная. А также человеческие обычаи. Поэтому Иешуя цитировал Исаию, что ваша религия никакой пользы не приносит из-за ваших традиций. И даже когда мы верим в эти пустые философии мира и религиозные традиции, уже в этом мы обмануты. Ключ находится в 14 стихе. Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвозил ко Кресту. И затем отнял силы у начальства, властей, и властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой. Это те же самые власти, о которых мы говорили. Власти князья Персии и также над другими народами. Духовные власти. И нам нужно верить в это, поскольку Мессия упразднил все законические требования к нам, и этим Он приобрел победу. Каким образом это применить в нашей ежедневной жизни? Я хочу привести один пример, когда я молился за одного человека в больнице. Один из моих соседей попросил меня пойти с ним в больницу, так как его брат там был. И когда я молился за этого человека, то передо мной я увидел ангела смерти. И этому ангелу смерти была власть над этим человеком в больнице. Я помню, он стоял таким образом, его руки были переплетены на груди. То есть, он насмехался надо мной. Говорил, что ты кто такой? У меня есть власть над этим человеком. То есть, я ничто. Но в Мессии у меня есть власть. Поэтому вот, что я ему и сказал. Я выхожу против тебя во имя живого Бога Израиля. Я сказал, что пролилась кровь для того, чтобы была одержана победа за этого человека. Он некоторое время со мной поспорил. Я продолжаю напоминать ему о крови. И затем он исчез. И затем внешний облик этого человека в больнице изменился. И, то есть, этот человек мог потом уже уйти из больницы только по приказанию судьи, судебного исполнителя, поскольку это была больница для больницы. Ментально ill people, you said. Ментально. Это было для душевноболненных людей больница. И хотя у этого исполнителя, у этого судеб была власть, у Бога была верховная власть, и тот человек был освобожден. И мне также надо было понять мои права как ребенка Божьего. И когда я понял свои права, тогда у меня была власть в Мессии. И когда мы рассматриваем все народы в Исаии, Бог хочет, чтобы мы понимали, что у нас есть власть над духовными властями. Они присутствуют там, чтобы нам научиться, как бороться против них. И это также мы увидим в книге судей. Субтитры создавал DimaTorzok